Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. В Минтруда назвали минимальные суммы пенсионных накоплений казахстанцев для досрочного снятия. Итак, по предварительным расчетам ведомства воспользоваться средствами смогут около 530 тысяч трудоспособных граждан, имеющих накопление, а также жители пенсионного возраста, которые смогут снять не больше 50%. Их сейчас насчитывается порядка 178 тысяч человек. А теперь, если быть точнее, к 30 годам у казахстанца должно быть порядка 2,5 миллионов тенге пенсионных накоплений. К 35 годам почти 3 миллиона тенге, к 40 годам 3,5 миллиона, к 45 годам почти 4 миллиона и к 50 годам 4,5 миллиона тенге. К 55 годам 5 миллионов, к 59 и так далее более 5,5 миллионов тенге соответственно. Министр Боржан Румбетов отметил, что казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий, лечения и для передачи в управление финансовым компаниям. В ведомстве также уточнили, что люди смогут снять деньги на нужды для себя, супруга и близких родственников. Можно приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке или земельный участок. Накопления можно использовать для погашения ипотечных займов в любом банке второго уровня. Также пенсионные накопления можно использовать для строительства или ремонта жилья. Тем временем в Казахстане растет число безработных. Напомню, ранее глава Минтруда Боржан Румбетов сообщал, что с начала года этот показатель вырос почти в 8 раз. Граждане активно обращаются в центры занятости населения с целью поиска работы. Так, только в Атыраусской области зарегистрированы почти 9 тысяч безработных. Это в разы больше, чем в прошлом году. Сказалось сокращение персонала на нефтяных месторождениях. Ежедневно в поисках работы в центры занятости обращаются до 500 граждан. Получается ли им помочь, узнавала Алия Жамитова. По последним данным, число безработных граждан в АТРАУ выросло почти в 4 раза. Если в начале марта работу искали 2500 человек, то на 1 сентября эта цифра выросла до 9 тысяч. Одним не подходят предлагаемые вакансии, так как они не соответствуют специальности и требованиям работодателя. Других не устраивает размер заработной платы. Еще одна из причин, по которой люди не хотят устраиваться на работу, это нежелание терять компенсации по безработице, которые у работников нефтяной сферы достаточно высокие. В случае же трудоустройства эти выплаты будут прекращены. Елена Яралина в период карантина осталась без работы. После введения послабления решила отучиться на швею и открыть собственный бизнес. Сегодня жительница города АТРАУ проходит курсы переквалификации в одном из учебных центров. Будем обучаться здесь два месяца. Целью себе открыть свой бизнес, свой швейный ателье. Я сама просто не профессионально шую, но я дома так немного сама знаю. Но пришлось мне самой кройки и вот эти шитя обучиться. И вот я пришла с этой целью, во-первых. А во-вторых, чтобы профессионально обучиться. И в-третьих, чтобы на работу устроиться, надо обязательно сертификат, чтобы открыть свой бизнес. В помощь трудоустройству граждан программа «Дорожная карта занятости-2020». В ее рамках выделяют средства на реабилитацию региона после пандемии. Большую часть безработных граждан направят на строительство инфраструктурных объектов в селах. Алья Жамитова, Монтай Матенов, Жандос Рахметолин, Хабар-24, Атырау. Самрук Казана продаст 10% акций Казах Телекома и Эйр Астана. Также в фонде рассматривают вопрос реализации акций Самрук Энерго, Казпочты и Казах Эйр. Это связано с переходом Самрук Казаны к модели инвестиционного холдинга. Только за последний год фонд привлек несколько инвесторов и стал партнером совместного с компанией DaVinci Capital фонда прямых инвестиций на общую сумму в 600 миллионов долларов. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве с европейской компанией BPI France для возможности совместных инвестиций в 100 миллионов долларов. Отмечу, ранее Самрук Казана уже успешно разместил 25% акций Каза Тампрома на Астанинской и Лондонских фондовых биржах. В настоящее время фонд определил 9 приоритетных отраслей развития. Это обрабатывающая промышленность, логистика, машиностроение, информационные технологии, научные разработки, инфраструктура, зеленая энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство. Фонд планирует планомерно увеличивать долю новых инвестиций на территории Казахстана от 2 до 10% о стоимости чистых активов. А долю международных, прямых и портфельных инвестиций будет увеличена от 4 до 20% от стоимости чистых активов к 2028 году. Далее ситуации в мире. Пекин вновь начнет принимать международные рейсы. Об этом объявили власти китайской столицы. В первую очередь прямое авиасообщение откроют с 8 странами, где регистрируются меньше всего завозных случаев. В этот список вошли Греция, Дания, Таиланд, Австрия, Канада. Ежедневное количество рейсов и поток пассажиров ограничат. Это для прибывающих. Выделили специальную зону в аэропорту. Там они будут проходить тест на COVID-19. После чего им предстоит 14-дневная изоляция на окраинах Пекина. В течение карантина анализ на коронавирус они будут сдавать минимум два раза. Как сообщили в мэрии города, наличие транзитных пассажиров на рейсах будет строго контролироваться. Напомню, что в конце марта из-за резкого роста завозных случаев международные рейсы в Пекин были отменены. Их принимали другие города Китая. На втором этаже аэропорта мы отвели зону площадью 4000 квадратных метров и дополнительно установили пункты эпидемиологического надзора и тестирования. Таким образом, сейчас мы имеем 22 пункта эпидемиологического надзора и 26 пунктов для проведения тестирования, чтобы повысить возможности по проверке прибывающих пассажиров. Министерство здравоохранения Колумбии сообщает о свыше 9 тысячах новых случаев коронавируса. Отмечу, что с начала эпидемии в стране подтверждены свыше 630 тысяч заражений ковид. С этой недели власти страны смягчили ограничения на авиаперелеты и междугородние перевозки. Вместе с тем бары и рестораны в Колумбии будут закрыты до конца сентября. Работать будут лишь заведения с площадками на открытом воздухе. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня по числу инфицированных в Латинской Америке страна уступает лишь Бразилии и Перу. А на Кубе вновь вводят комендантский час из-за новых вспышек коронавируса. Строгие ограничительные меры в основном коснутся столицы страны Гаваны. Вместе с тем уровень заболеваемости ковид увеличился также в 15 муниципалитетах острова. Всплеск случаев заражения власти связывают прежде всего с несоблюдением гражданами социальной дистанции и санитарных мер. Напомню, в середине июля врачи Кубы сообщали об отсутствии новых заболевших. Однако уже в августе медики зафиксировали новый рост. Я думаю, что это правильное решение, потому что молодежь вышла из-под контроля. Эти меры действительно могут помочь остановить рост заражения. Я полностью поддерживаю эти меры. Мы не позволим одной группе людей помешать нам победить вирус. Мы добьемся хороших результатов только при помощи ограничений. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Об этом сообщили итальянские СМИ. По данным журналистов, 83-летний Берлускони сдал анализы на коронавирус вскоре после возвращения с острова Сардиния. Результат оказался положительным. По словам лечащего врача, бывшего главы правительства, заболевание протекает бессимптомно. Он изолировался на своей вилле в Ломбардии. Напомню, Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в общей сложности около 8 лет. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Такое заявление сделали в правительстве Германии. Следы яда обнаружены в организме Навального группой специалистов токсикологической лаборатории в Мюнхене. Ранее омские врачи, проведя анализы после поступления основателя фонда борьбы с коррупцией в их больницу, вариант отравления исключали. Официальный Берлин в этой связи заявил, что Москве предстоит ответить на сложные вопросы. В МИД России же отметили, что никакие документы от Германии ведомством получены не были, и отвечать Москве не за что. Подробности в следующем материале. Алексея Навального отравили. Об этом говорят результаты исследования специалистов токсикологической лаборатории в Мюнхене. Пресс-служба немецкого правительства сообщила, что в организме находящегося в коме российского оппозиционера найдены следы тяжелого яда из группы «Новичок». Однако конкретного яда специалисты из Германии не называют. Напомню, ранее ядом этого класса были отравлены работавшие на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в британском Солсбери. Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила нападение на Навального, заявив, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Таким образом, становится очевидным, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Это была попытка заставить его замолчать. В Москве предстоит ответить на сложные вопросы в этой связи, сказала Меркель. Официальный Берлин намерен потребовать от российских властей провести полное расследование случившегося. Между тем, в МИД России призвали немецких коллег к полноценному сотрудничеству и обмену информацией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Германия не уведомила российского посла о каких-либо санкциях в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным. Она отметила, что вместо тщательного расследования и совместной работы западные партнеры предпочитают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по ранее направленным вопросам, сформулированным в Генпрокуратуре, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль ничего, кроме политических деклараций, о которых я сегодня сказала. Ничего нет. Отвечать не на что. Тем временем Алексей Навальный продолжает оставаться в коме. Немецкие врачи не спешат делать прогнозы. По их словам, пока неизвестно, какая доза отравляющего вещества попала в организм пациента. Важно и то, насколько быстро действовали медики в России, которые после ряда исследований сообщили об отсутствии в организме основателя фонда борьбы с коррупцией отравляющих веществ. Зав. Отделением столичного центра имени Пирогова Борис Теплых тогда ответил СМИ, что версия с отравлением ингибиторами холи-энстеразы прорабатывалась, но подтверждения не нашла. Мы опасались чего-то подобного, но, конечно, надеялись на более благоприятный исход. Мы все очень надеемся на врачей клиники Шарите. Я думаю, правительство Германии сегодня заняло очень четкую позицию. Теперь российское правительство должно доказать, что оно по-прежнему уважает демократические ценности. Реакция Запада последовала почти сразу же. В Белом доме пообещали вместе с мировым сообществом добиваться привлечения виновных к ответственности. Глава Евросовета отметил, что страны ЕС обсудят возможные последствия ситуации с отравлением Навального. Асиль Абдукалыкова, Хабар, 24. Почти три тонны кокаина в Карибском море обнаружили военные Мексики. Момент погони за скоростным катером, загруженным наркотиками, попало на видео. Судно военные преследовали с воздуха. По мере приближения правоохранителей преступники попытались сбросить груз за борт. После их задержания на борту обнаружили 74 коробки с наркотическим веществом. По информации военно-морского флота Мексики, в ходе спецоперации арестованы три человека. Тайфун Майсак обрушился на Южную Корею. Сильный ветер, двигающийся со скоростью 39 км в час, принес с собой проливные дожди. Под ударом стихии оказалось местное электроснабжение. Обесточено уже больше 120 тысяч домов. Тайфун вызвал затопление 24 дорог. Отменены более 300 внутренних авиарейсов. Пострадали 22 человека. Одна женщина погибла, получив ранение осколками разбитого окна. К этому часу Майсак продолжил движение в сторону Северной Кореи. Мы вновь в эфире. Останки еще одного бойца Великой Отечественной войны. Придали родной земле. Спустя 78 лет после гибели увековечена память уроженца Аральского района Казлардинской области, красноармейца Келеса Жиинбаева. Останки военнослужащего обнаружили поисковики российского отряда «Витязь» в районе деревни Михеева Тверской области. Данные красноармейца установили специалисты лаборатории «Солдатский медальон». При погибшем сохранилась капсула образца 1941 года. Из нее был извлечен отлично сохранившийся двойной бланк медальона. Поисковики уточнили, что Келес Жиинбаев воевал в 180-й стрелковой дивизии армии Западного фронта и погиб в ходе кровопролитных боев в августе 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской операции. Передача останков погибшего солдата состоялась в посольстве Казахстана в России. Транспортировка останков Келес Жиинбаева на родину состоялась при поддержке Министерства обороны. Церемония перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями в его родном ауле Кумбазар сельского округа Бекбаул. В год 75-летия Великой Победы Келес Жиинбаев – первый боец, чья память увековечена в нашей области. Мы никогда не забудем про подвиги фронтовиков, которые они совершали ради будущего поколения. Столичные полицейские спасли 16-летнюю девушку от суицида. Несовершеннолетняя находилась за перилами моста и готовилась расстаться с жизнью. Сотрудники полиции безуспешно пытались вступить с ней в диалог. Девушка не шла на контакты, всячески сопротивлялась. В итоге страж порядка взял ситуацию в свои руки, обхватил несовершеннолетнюю и пытался вытянуть ее из опасной зоны. Ее уже доставили в участок, где сейчас с ней работают психологи. Между тем дежурные классы в казахстанских школах открыты для учеников начальных классов уже второй день. В каждом таком классе должно быть максимум 15 детей. Соблюдаются ли там санитарные нормы, сегодня решили проверить мои коллеги. К примеру, в столичной гимназии номер 67 39 дежурных классов. На входе у каждого школьника измеряют температуру. Ученик должен пройти через дезинфекционный тоннель, а также обработать руки антисептиком. Начало занятий и перемены у всех классов проходят в разное время. То есть для одних уроки начинаются в 8 утра, для других в половину девятого. Таким образом потоки учеников не пересекаются друг с другом. За соблюдением безопасной социальной дистанции следят и в каждом классе. За партой может сидеть только один школьник. Во время уроков они должны носить маски. Пока изучаться будут лишь основные предметы. Остальные науки дети будут постигать дистанционно. Первые классы, вторые, третьи, четвертые классы обучаются в четырех блоках. На переменах выходят только по два класса. Перемены у них у всех разные. На переменах организованы физминутки. Рекреации подготовлены так, чтобы, сохраняя дистанцию, они могли сделать физминутки. Столовые и буфет у нас не работают по санитарным нормам. К другим темам в российский цирк Шапито, застрявший из-за карантина в пригороде Петропавловска, проникли неравнодушные жители. Они запечатлели условия, в которых находятся животные и пытались их накормить. Такой необдуманный поступок мог обернуться трагедией, заявила владелица цирка. Моя коллега Наталья Волкова обо всем по порядку. Это любительское видео. Автор ролика описывает условия содержания животных в приезжем цирке. Кадры облетели все популярные паблики в соцсетях. Тут и грязные узкие клетки, и стоящие под палящим солнцем голодные, изнеможенные животные. Директор цирка возмущена. Посетители, по ее словам, незаконно проникли на частную территорию и снимать без разрешения и тем более кормить животных не имели права. Женщины зашли сами, вообще никого не предупредив никаким образом, никто их не проводил. Начали заниматься своим самоуправством. Они налили воды на животных, хотя это был уже вечер. Вечером, соответственно, животных мы не поливаем, потому что ночью уже стали более-менее прохладными. И для животных это не есть хорошо. Еще и медведю кусок мяса кинули самостоятельно. А медведю вообще нельзя мясо есть. Почему? Потому что он становится бешеным. Но хорошо, что медведь все-таки не голодный, и медведь не притронулся к этому мясу. Сейчас в цирке находятся пять животных. Бурый мишка, львица, два попугая ара и собака немецкой породы. Медведица не сидит на месте. По ее движениям понятно, что зверь хочет прогуляться и размять лапы. Но в ее далеко не просторном жилище это невозможно. Львица же ведет себя спокойнее. То ли делает вид, что не замечает любопытных гостей, то ли сил на общение не хватает. Узнать, насколько животным комфортно в этих клетках и достаточно ли корма, не представляется возможным. Какой-то философский вопрос просто. Мы, зоозащитники, считаем, что животным ужасно здесь в этих клетках, плохо. Руководство цирка считает, что все хорошо, и животные довольны. Так вот, нужен обязательно закон, который будет конкретно прописывать. Вот по закону будет понятно уже, хорошо этим животным или плохо, и нужно что-то с ними решать, принимать какие-то меры. Мы очень долго пытались достучаться, пытались донести до нашего президента всю сложность этой ситуации. Но вот теперь на нас обратили внимание, и теперь ждем, когда все решится конкретно. Пока одни неравнодушные кидают клич о помощи в интернете, а другие спорят о вопросе комфорта нахождения диких животных в ограниченных пространствах, последним остается только переминать с лапы на лапу и смотреть на мир через прутья железных решеток. Наталья Волкова, Тулеген Иманов, Хабар-24, Петропавловск. В последние годы наблюдается активный отток населения и сел. Чтобы остановить этот процесс и привлечь в аулы молодежь, в Павлодарской области благоустраивают сельские территории. В этом году в рамках программы «Аул Ельбесыга» там реализуют 73 инфраструктурных проекта почти на 4 миллиарда тенге. На улицах села Орловка недавно появилась дорожная техника. Рабочие укладывают свежий асфальт. Еще прошлой весной эта улица была вся в ямах и выбоинах. Почти 30 лет ее никто не ремонтировал. Пенсионерка Александра Шутько всю жизнь прожила в Орловке. Она видела, как жизнь в селе угасала. Но женщина всегда верила, что наступят лучшие времена. И вот на глазах родная улица меняет свой облик. Ни колдобин, ничего нет. Все, езжай хоть от начала и до конца. И ходить, и ездить, и смотреть приятно. Сельский депутат Сергей Широцкий лично контролирует рабочих. Как-никак, деньги казенные и делают это для блага его же односельчан. По сравнению с тем, как смотришь в новостях, как делают асфальтную мышь, ну у нас прям прекрасно. Мечта каждого жителя, чтобы было в селе, в нашей хорошей дороге. Вот закончилась у нас программа по чистой воде. Водопровод в том году закончили. В этом году вот уже по программе АУЛ Ельбесыги у нас идет полным ходом строительство дороги, восстановление в нашей деревне. В Чербактинском районе сейчас реализуется 10 проектов по программе АУЛ Ельбесыга. Кроме асфальтирования сельских улиц, ремонтируют социальные объекты. Это здание в райцентре Шарбакты едва не потеряли. Нынче оно переживает второе рождение. В этом году зданию районной библиотеки исполняется 66 лет. Это одно из старинных сооружений села Шарбакты. До 2015 года здесь располагалась казахская школа имени Абая. После переезда учащихся в новую школу здание пустовало почти два года. Чтобы сохранить его первоначальный вид, строительным пришлось изрядно потрудиться. В итоге реконструкцию фасада провели по образцу 1954 года. Еще немного и уникальный библиотечный фонд, который в 2017 году признали лучшим в республике, мог быть утрачен навсегда. В нашем фонде 120 тысяч книг. Когда крыша начала протекать, мы очень боялись, что они промокнут. Приходилось постоянно переносить их с места на место. Еще пару лет назад ездить по дорогам Чербактинского района было невозможно. Старый асфальт пришел в негодность. Сегодня автодороги районного значения на 85% в удовлетворительном состоянии. На следующий год в районе планируют реализовать еще 29 инфраструктурных проектов по благоустройству сельских территорий. Но главное, в селах появился спрос на жилье. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игриков. Из Павлодорской области. Хабар, 24. В североказахстанской области сельчане не могут дождаться завершения реконструкции Пресновского группового водопровода. Этот масштабный проект по обеспечению населения качественной питьевой водой стартовал еще в 2014 году. Тогда предусматривалось, что будут охвачены 15 населенных пунктов региона. Но, по сведениям областного Акимата, за 6 лет работы выполнены лишь на 41%. Заказчиком выступает комитет по водным ресурсам, подрядчик РГП Казводхоз. Из-за нерасторопности исполнителей страдает сельское население. К примеру, в поселке Становое дают воду только три раза в неделю. Год назад там за счет местного бюджета отремонтировали сети водоснабжения. Люди за свой счет провели трубы в дома. Следующим этапом должны были построить водоотвод и специальные резервуары. Однако, к этим работам, по словам местных жителей, никто не приступал. Хотя деньги были давно выделены. Вода у нас буквально 8 часов по крану. Бывает, напор маленький вообще не набрать. Значит, автомат, естественно, работать не будет. Бывает, открываешь кран, она просто красная идет, ну коричневая. Вот мужчина стоит, у него вода с глиной идет, допустим. Для нашего села были выделены средства 54 миллиона тенге из республиканского бюджета для построения ПНРС. Но до сих пор они не освоены. На каком основании? Руководство постоянно в республике меняется, в этом кавхозе. И из-за этого люди страдают, не можем мы резервуар поставить. Хотя это не от меня не зависит, не от таким района, не от таким области. Как бы новый пришел, какой-то там проект открыл, какую-то нашел ошибку. Все, это ему не понравилось. И получается из-за этого все теперь, население страдает, то, что по часам воду подает. Сейчас наши корреспонденты пытаются получить комментарии от представителей подрядной фирмы. Все подробности смотрите в наших вечерних выпусках новостей. Хлеборобы Кустанайской области собрали с полей 40% пшеницы. В работу включились и в тех хозяйствах, где на минувшей неделе техника простаивала из-за обильных дождей. В отдельных районах прошли локальные осадки. Средняя урожайность на полях составила 9,4 центнера с гектара. Самые высокие показатели на севере региона там получают по 12 центнеров с гектара. На юге наполовину меньше. Сказалась летняя засуха, которая пришлась на активную фазу развития растений. Но даже с учетом сложных климатических условий, по прогнозам аграриев, в регионе соберут более 4 миллионов тонн зерна. На хлебоприемные предприятия поступило 80 тысяч тонн зерна. Из них 86% поступившей пшеницы отнесено к третьему классу. В уборочных работах участвует 9,1 тысяч комбайнов. Ежесуточная производительность составляет до 232 тысяч гектаров. При благоприятных последних условиях это позволяет провести и завершить уборочную кампанию в течение одного месяца. Караван сельхозпродукции отправили из Туркестана на ярмарку в Нур-Султан. Он везет почти 500 тонн овощей, фруктов, мяса и молочных изделий. Реализовать продукты, вернее реализовывать эти продукты будут без посредников по цене на 10-15% ниже рыночной. Отмечу, что на юге страны продолжается сборка урожая. Фермеры планируют собрать почти 3 миллиона тонн овощей и бахчевых. Туркестанская область первой проведет сельскохозяйственную ярмарку в столице. У нас идет активная уборка урожая. С одних только теплиц наши фермеры уже собрали более 100 тысяч тонн овощей. В ближайшее время жители Нур-Султана смогут попробовать наши продукты. К этой минуте все. Я напомню, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, мочите чаще руки, берегите себя и своих близких. До встречи вам, хорошего дня.